так друзья а сейчас я хочу развить вообще все сомнения абсолютно все в сомнения у меня значит на канале под видео с артёмом там присутствовали такие комментарии и все говорили что игорь это папа артёма так вот сегодня мы их вместе собрали господа это игорь и это артём до артём валерьевич ковален господа вы не находите некоторую нестыковку да да так что ребята совпадение бывают но не чудесные так что ребят на самом деле это все классные ребята и что игорь что артём да они все попадаются но они все на моем канале присутствует до периодически там в разных фильмах но они вообще ни разу не родственники вот они в принципе очками похожи да и причёсками и причёски у них похожи вот но они даже по возрасту в принципе это не папа сын да вот вот никак вообще ни разу как как вы видите они ну совершенно как бы разные люди короче всем рок-н-ролл лайф и блюз форевер да точно а кстати и ребята если будете просить в комментариях мы попробуем заснять вообще какой-то совместный ролик до чтобы присутствовал игрек и игорь и артём это тогда может вообще будет офигенно да потому что потому что кстати у них даже подача его материала очень разная они оба образованных оба интеллигентных человека оба начитанных человека и могут достаточно интересные классно рассказывать вот и если допустим взять и скрестить это я даже сам не знаю что из этого получится но возможно это будет прикольно но вы тогда просите в комментариях не год тогда скорее с тогда по многочисленным просьбам и попробуем это дело реализовать если что первый ролик ты уже подъехал михаил здравствуйте расскажите что на этой выставке вы сегодня представляете ну вообще в на этой выставке я оказался мы оказались со своей со своими записями наверное не случайно но по приглашению нашего очень хорошего товарища друга сергей языкова это студия 300 и мы давно уже знакомы и у нас есть очень много интересных общих каких-то дел вот и он предложил приехать с лентами но поскольку это российский хэнд наши ленты наши записи делаются в россии то есть это такой самый настоящий российский продукт хорошем смысле этого слова и мы привезли сюда свои записи в общем то все которые у нас есть а сейчас у нас так получилось уже больше 20 релизов и вот на стенде мы выставляемся причем организовали еще прослушивание в наушниках это во время вот этой паузы между демонстрациями мы имеем возможность нашим посетителям выставки предоставить такую вот возможность еще раз скажу слово я обратил внимание да у вас на самом деле очень здорово вы мог москать очень так хитро устроились в то время как остальные молчат у вас как говорится стенд работает постоянно вот михайло на самом деле про вашу студию большие легенды ходят вот я на самом деле много роликов посмотрел вот несмотря на то что с вами мы можно сказать общались только косвенно дачи чует на на прошлой выставке но тем не менее я на самом деле слежу за вашей деятельностью вот потому что на самом деле даже ваша деятельность с моей листью она даже ближе состыковываться чем деятельность скажем так производитель аудио и как бы моя опять же но я так понимаю что вы привезли какие-то новые свои релизы релизы да вот расскажите пожалуйста тогда вот что за релиза да вот насколько они свежие да есть новое но вообще мы вот аналоговой записи мы аналоговой записью занимаемся несколько лет но наверное уже пять пять лет мы привезли на эту выставку и наши старые записи и те которые мы выпустили вот только-только совсем свежие свежие совсем совсем свежие свежие да ну надо сказать что от процесса от момента записи до момента выхода релиза проходит но достаточно много по меркам так скажем времени почему потому что ну во первых это нужно будет это нужно как правило подготовить к выпуску вот записать продакшн копию подготовить в печати потому что мы так серьезно относимся к оформлению своих из изданий то есть вот в частности например один из последних наших релизов это запись классической музыки то есть это скрипка и орган запись была сделана в органном зале живьем что называется и для оформления вот этого альбома то есть вы записывали в органном зале в студии то есть у нас есть еще выездные такие сессии вот и записывали в органном зале и специально для того чтобы записаться к нам приезжала из вены из австрии скрипачка ее зовут елена денисова очень давно уже живет за границей вот и в этом году кстати уже не в этом а в следующем году в январе мы снова ее ждем и для того чтобы дописать то что в прошлый раз не успели в так вот я хотел сказать что для оформления этого альбома вот этой обложке было специально написано картина вот это не просто откуда-то взято из интернета это реально гоника картина причем как картина маслом то есть это масло и для обратной стороны это тоже вот оригинальное совершенно заражение очень-очень серьезно повод да это такой подход который как раз и позволяет вот эти аналоговые казалось бы кому они нужны эти записи переводить в такой формат эксклюзива что ли в том числе я бы я бы не сказал что это не нужные вещи точнее как все эти вещи они уже наверное переходят на определенный уровень перфекционизма вот вот это правильно да да папа поэтому условно говоря как каждый встреч на каждой с улицы такие вещи не купят потому что у него банально не на чем будет слушать то есть все что сейчас вот происходит вот но все магнитофоны например который вот но реально там воспроизводит вот эти фонограммы это все как правило либо студийный либо около студийный и это очень очень серьезных людей очень серьезных аудиофилов и ну не знаю там это наверное сотые доли процентов от людей которые этим всем занимаются но когда они это слушают но это вот они именно такой хотят подход то есть другой подход попроще просто не устроит я с за абсолютно с этим согласен абсолютно согласен и поэтому ну вот допустим наши друзья артем анохин они пошли дальше они изготавливают такие эксклюзивные боксы деревянные но это тоже очень действительно красиво эксклюзивно и это смотрится здорово и выглядит так как должно выглядеть действительно такое издание вот что у вас еще там вот и уже да и в течение последнего года мы очень так скажем активно ну во первых неожиданно так получилось что мы познакомились с очень интересными музыкантами и самое главное что это очень интересные люди как в общении так и вот в каком-то знаете вот в таком творческом но очень здорово творческие соприкасаемся соответствуем друг другу наши мысли как-то работает но я уже где-то когда-то говорил что наши вот это студийная деятельность и тем более которая связана с аналоговыми вот этими записями это в любом случае в большей степени такая знаете творчески эмоциональная обдушина что ли да то есть это не но бизнесом назвать это вообще очень сложно вообще вот да 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 я слышал такие вещи да и и как раз ну наверное самая главная цель это поиск и возможность общаться с интересными людьми то есть возникают новые контакты новые встречи да то есть и когда ну 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 я не знаю ну практически все ну наверное ну практически все те музыканты которые к нам приезжают и записываются вот именно на ленту они либо уже либо становятся нашими друзьями и мы встречаемся вновь и вновь и имеем такие ну в общем да самом деле душевный контакт по сути дела узкий круг он все становится шире и шире с каждым днем и мы и мы самое главное получаем удовольствие от общения но по крайней мере мы это точно можно и вот абсолютно точно могу сказать что таким но как скажем явлением наверное неправильное слово таким случаем до счастливым это явилась наша встреча и знакомства с на реком на реке варган это такой великолепный музыкант я не дают даже как его можно описать там какими-то словами это действительно тут такой замечательный человек и все что его окружает это таким каким-то теплом и светом вообще ход как бы расходится вот и мы уже записали ну записали на самом деле один альбом но писали его за два раза и получилось такие две части этого альбома и вот он так вот оформлен тоже очень коротко это все можно увидеть посмотреть на сайте на нашем но очень коротко скажу что это совершенно необычная музыка эта музыка на слова поэтов армянских поэтов позднего средневековья можете себе представить или сыграно в стиле этно фьюжн с элементами фламенко и музыкальные инструменты это вас кахон ну то есть перкуссия и и гитара фламенко гитара причем музыкантами и высочайшего класса просто и это вокал и вокал на река и получается и получилось такой ну вообще необычный и очень очень классный продукт михаил вы так вкусно рассказать и скажите пожалуйста вот просто аудитории которые к сожалению ленты недоступны они в каком-то другом виде смогут этого артиста послушать еще я думаю да смотрите вот тут опять же нету не открою никаких наверное секретов мы когда мы работаем с музыкантами вот именно договариваемся с музыкантами о выходе аналоговой ленты дамы с аналоговым и договариваемся что право на аналоговую часть так скажем да но одна аналоговую версию она принадлежать нашей студии а все что и но музыканты получает цифровую версию того что записали и как они будут распоряжаться дальше но условно говоря это уже вопрос не к вам и так вопрос вопрос к ним выпустят они на чем-то и есть такая практика в частности андрей берновский это гитаристы из германии которых на приезжал записываться я точно абсолютно знаю что его музыка находится в сети и он даже выпустил компакт диск где-то германии точно абсолютно знаю а все остальное ну вот это вот на совести музыкантов ну плане мы сделали все что могли дальше они но в любом случае скажем все равно это уже будет ну короче это аналоговый звук в любом случае на каком она носителя не было потому что все-таки это же специфика совершенно разные там обычный мастеринг да или вот такой вот как бы аналоговый да вот еще опять же вот теперь уже можно сказать в уходящем году потому что но остался один месяц мы имели такое тоже такое интересно достаточно опыт это запись дениса мазухова то есть но это достаточно известный такой музыкант он играет буги-вуги играет рок-н-ролл ну такой король украла наш российский чем действительно он гордится и есть чем он играл на одной сцене джерри ли льюисом после концерта и он ему сказал похлопав полечу сказал парень ты играешь так как я в молодости для музыканта и для которого для дениса для которого джерри ли это икона ну да действительно есть чем гордиться денис единственный из наших музыкантов имел возможность записываться в сан-рекордс стоять и то есть но на играл там стиль очень серьезно ну действительно очень и опять же общение но на таком знаете душевном уровне он действительно приезжает навсегда рады или встречи у нас вышло два альбома причем один это такой классе но рок-н-ролл буги-вуги вокал действительно так происходило очень интересно а второй запись вообще произошла попутно он приезжал к нам в город на празднование юбилея нашей группы рукобили рукобильной команды вот вы слушали я так давно хотел записать буги-вуги вот именно рояльный такой вот без вокала и вот классический буги-вуги почему бы нет и мы приехали в студию за один день просто взяли и записали вот это на самом деле вот тут аналог который это случайно не то что я вот где-то на просторах ютюба видел да вполне возможно вот а на просторах ютюба и скорее всего вы видели значит вот что мы практикуем и вот на самом деле я думаю что и дальше будем и больше и больше больше это делать записи таких лайвов в студии то есть это по сути дела живой концерт но студийный и когда мы приглашаем наших друзей фарма стримы абсолютно да но это мы естественно никуда не выкладываем сразу то есть мы записываем при этом снимаем и люди наши друзья они находятся в качестве зрителей они прямо в процессе записи участвуют находятся в том зале в наушниках и прямо тут с музыкантами и а музыканты получают некую такую концертную атмосферу которая тоже в общем то придает драйва да вот этому процессу да и получается очень здорово причем перед этим мероприятием естественно там небольшой фуршет то в общем все в общем для получения для погружения в атмосферу да то есть сначала погружаемся потом я скажу так видел ролики как у вас там все очень уютно как у вас все очень комфортно да вот поэтому я думаю что если это еще скажем так дружеской атмосфере как с фуршетом и со всеми делами это вообще просто космос вот из совсем последних новых два альбома это очень скажем так известные музыканты это владимир нестеренко это музыкант который играет на хаммонде у нас есть хаммонд поэтому приезд нестеренко был для нас таким таким с интересным знаковым событием на вот приезжал с великолепными музыкантами гитарист клай куликов и алексей беккер это барабанщик но в общем люди в определенных кругах там но ставление совершенно совершенно как бы культовой лично да да вот это было действительно тоже очень интересно причем за четыре дня записали три программы вообще ну вот производительность такая бешеная совершенно я так понимаю у вас просто атмосфера видимо такая которая располагает на работу на творчество не но самое главное здесь качество музыкантов самих то есть бану это соответственно все воедино да вот и да и еще такое тоже интересные мы очень долго собирались очень долго мы звали этих ребят они наконец-то нас доехали это группа блюз доктор с екатеринбурга вот опять же на блюзовой сцене нашей страны это тоже очень известные авторитетные люди несмотря на то что они вроде быть даже не москвичи там не питерса но это не мешает им быть настолько зажигательными плюс по-другому не сыграть володя демьянов это просто огонь что называется да этим всем нужно жить это нужно переживать причем каждый раз заново как конечно как чистого листа вот и вот тоже записали их альбом писали первого мая я помню там был такой у нас слоган мир блюз май да и ну вот и тоже сейчас вот выпустили к выставке подготовили планируем кстати еще в москву хай-энд-шоу выставляться там будете да да вот это как раз тот самый блюз докторс ага . кипения такой альбом у них но действительно очень классный вот это тот самый боги-воги рок-н-ролл вот и это денис можуков живой концерт студии life in studio но все конечно то сделано ой как здорово классная полиграфия классное качество изготовления ребята чем все все по высшему разряду это это в чем володя не стилен российская студия которая делает на в лучших мировых стандартах сейчас и еще немного возвращаясь к к оформлению вот именно альбомов обложек на рек про которого я рассказывал значит для оформления альбома были использованы авторские работы замечательные совершенно художества я с ней знакомый очень счастлив тому это на на татишвили это вообще она какая пресса у вас внутри да это у вас по она практически в каждой такой да это вот такие букеты и причем это и фото и самое главное вот те самые работы на на которые здесь ну просто замечательные стыкуются с содержанием ну да и видно насколько серьезный подход это сама на на видно что премиум продукт видно вопросов никаких нету вопрос как говорится где где достать магнитофон и приобщиться к этого кстати кстати это тоже сейчас такой достать сейчас достаточно серьезный вопрос такое ощущение что все хорошие магнитофоны уже у хороших людей все остальное но все сложнее и сложнее с каждым там днем ну не днем может со всей не времени найти хороший магнитофон я так понимаю что получается сначала был вот момент увядания вот этого аналога потом ну получается вот со студии начали вот разбирать все эти магнитофоны потом потихонечку начал случаться ренессанс те кто во время подсветились они все такие студийные магнитофоны скупили скупили что-то отреставрили что то этот вот а новой как говорится еще толком не пошло там отрыва ревокса что-то вот где делать вот восстанавливать вроде да и да и ревокс восстанавливает ну сейчас современной обстановке я думаю что не очень все это она водила вам сейчас серьезных новоделов пока не появилось они есть но их нам да это и болфингер и кто же еще там торрент сделали эти магнитофоны но это все во первых дорого очень очень дорого но все равно не как студийного очень дорого я не готов да опять же с со старым магнитофоном винтажным будем так говорить там тоже есть достаточно большое количество проблем она не то что ты его включила ему тебя просто работает деградацию скажем так электронных компонентов никто не отменял то есть в любом случае там за 30 40 50 лет как говорит сергей языков там немцы никогда не умели делать конденсаторы поэтому те самые вот и сейчас действительно большие проблемы могут быть технически но опять же хорошо что есть такие люди как сергей языков как андрей шишло которые ну действительно профессионально могут первые устранить неполадки и даже модернизировать очень серьезно вот мы мест не отходя от них как говорится не никуда далеко ходить не надо мы позавчера приехав сюда сергей показал свои линейные усилители для 810 штудера мы их поставили я сказал что доставать не будем все они действительно работают лучше чем родные но здорово вот тогда на самом деле я бы вот что хотел так подразумировать в принципе вот та деятельность которого занимать вот этот перфекционизм а на самом деле очень классно очень крутой но мне вот как обычному там скажем так слушать мне бы хотелось конечно чтобы ваша работа она была доступна более широкой аудитории то есть все таки было бы здорово чтобы ваши аналоговые записи они все-таки транслируются не другие какие-то носители но понятное дело что это не вы отвечаете за этот вопрос но вот все-таки чтобы это было присутствовал чтобы допустят будет в стримах но опять же именно ваши записи пусть это будет на сиде носить но опять же ваши записи вот пусть это даже на виниле будет выходить вот но опять же ваши как бы записи вот тогда мне кажется, было бы очень круто. Ну, да. Я думаю, что над этим надо как-то подумать. Кстати, мы с Доктор Петт, между прочим, разговаривали в свое время о том, что, допустим, выпуск винила с наших лент, то есть вообще такие совместные проекты делают. Но я, насколько знаю, что сейчас с реальным, вот, скажем, физическим выпуском винила тоже есть большая сложность. Тоже проблема. Но все равно, потому что, мне кажется, если большое количество аудитории все-таки проникнется именно вашим стилем записи, вашим форам, потому что в любом случае, какой бы носитель ни был, но все равно ваш почерк будет чувствоваться, то, вот, скажем так, погрузившись именно в ваших исполнителей, да, вот вашу атмосферу, в стиль вашей записи, в дальнейшем, как говорится, к ленте прийти это уже проще. И это уже, ну, такое, как бы, можно сказать, желанный, желанный, такой путь, вот, он, как бы, ну, вершина, можно сказать, вот этого. Осознанность. Да, осознанная вершина. Вот, но в любом случае, нужно с чего-то начинать. Ну, да. Ну, мы, в общем, наверное, вот в этом направлении мы и пытаемся работать. Ну, слово работать, наверное, тоже не самое правильное, потому что мы больше, мы больше, да, занимаемся такой. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. 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 Спасибо.